Андрей Штык – лесничий, который пришел в эту сферу пять лет назад обычным мастером. Сегодня возглавляет муховецкое лесничество. В подчинении у него много специалистов, которые, как и он, не представляют своей жизни без леса. Работа сложная и ответственная. У лесников нет определенного графика работы. Они держат руку на пульсе и днем, и ночью. А потому климат в коллективе должен быть благоприятным, считает Андрей Штык. Ему важно, чтобы проблемы решались и не становились преградой для эффективного выполнения поставленных задач. Очень комфортная работа с Андреем Михайловичем. Не было никогда никаких разногласий. Если какие-то проблемы приходят к нам, мы их совместно решаем. Ответственный, где надо, строгий. Везде всегда поможет, подскажет, как надо вести свою работу, как контролировать подчиненных. Каждый день Андрея Штыка начинается с таких обыкновенных, на первый взгляд, дел. Какую делянку следует осмотреть, на какие участки обратить внимание, где чаще всего бывают грибники. Спектр задачи довольно широк. Быть с лесом на ты непросто, но Андрей Штык нашел с ним общий язык. Ключик подобрал. Это любовь к природе, ко всему, чем живет и дышит лес. Я с малых лет, с юности мечтал работать. Я, мой дед фронтовик, всегда брал меня в лес за грибами, за ягодами. И как-то меня приличала работа в лесу. И я уже осознанно в возрасте решил поступить в Полоцкий лесной колледж. Закончил, работал мастером. Ну и в результате был назначен должность лесничего в этом же лесничестве, где проработал мастером. Работа по уходу за лесными культурами, по охране леса от пожаров, по заготовке и реализации древесины – основные направления, на которые в лесничестве делают акцент. В обязанности специалистов входит и мониторинг состояния леса. А в Муховецком он занимает 10 тысяч гектаров, которые проводят каждый день. Каждый день прошагать десятки километров. Такое выдержит дано не каждому. А потому обманываться, что профессия лесничего простая, не стоит. Любая прогода у хранителей леса жаркая. Ведь работы хватает всегда. Получается так, что вы говорите, что у вас нет определенного времени работы, вы постоянно находитесь на страже. А бывают ли у лесников вообще жаркие периоды, когда самая активная работа? Или всегда есть чем заняться? В лесу всегда есть чем заняться. Значит, весной мы высаживаем лесные культуры. Летом мы оберегаем лес от лесных пожаров. Осенью мы подготавливаем почву для последующего лесовосстановления. И в течение всего года проводим уход за лесом. Что себя включает это? Это, допустим, уборка опасных деревьев, проведение санитарно-оздоровительных рубок. То есть мы, допустим, зараженные деревья убираем. Всячески смотрим за порядком в лесу. 70% своего времени Андрей Штык проводит рядом с так называемыми легкими планетой. А потому на семью часто не хватает времени. Но близкие Андрея понимают, что лес для него значит многое. А потому со стойкостью переносит временное расставание. Как бы это ни звучало, может быть, пафосно, лес – это мой дом. Я повторюсь, может быть, я 70-80% времени нахожусь в лесу. И это и дом, и работа, и, можно сказать, в данный момент это моя жизнь. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.